Сегодня мы начнем изучать с вами трактат Роша Шана, да, в Йоме цикл изучает Рошана после трактата Бейца. Я уже говорил, что этот порядок, этот древний порядок, который сохранили еще Гаоним, где, в отличие от наших обычных знаний Талмуда, Роша Шана, Йом Кипур, да, трактат Йома про Йом Кипур и Сука, про Сукот, идут подряд, и вроде это логично, да, по порядку праздников Рошана, Йома, Сука. Почему же у нас делают сначала Йома, потом Сука, а потом Бейца, а потом уже Роша Шана? Я уже говорил, причина, видимо, в том, что Роша Шана более короткий, чем остальные, и что порядок от больше к меньшему. Поэтому в трактате Йома 8 глав было, в трактате Сука 5, в Бейца тоже 5, а в Рошана только 4. И этот трактат, он имеет, как я сказал, 4 главы. Основная тема здесь, конечно, праздник Роша Шана, который Тора не называет Роша Шаной. Мы недавно как раз молились, да, Роша Шану, мы называли его Йома Зикарон, как Тора говорит, Зихрон Труа. Да, память о трублении, или трубление в память, или память и трубление, да, Зихрон Труа. Трудно перевести, да, но в основном случае мы его называем на базе стиховтория Йома Зикарон в наших молитвах. Но принято его называть также Роша Шаной, и позже там мы будем обсуждать, почему он называется началом года. И вот как раз Первая Мишня обсуждает, что есть еще другие Роша Шаны. Начало года, это в зависимости от того, какой халахер. Дело в том, что, что такое вообще начало, да, почему год имеет начало. Год же, он как бы, цикл просто круглый, но почему он должен его разделять и сказать, что какой-то день с него начинается год, а на предыдущий день будет кончаться, да, предыдущий год начинается следующий. Так вот, есть на самом деле халахи, конкретные законы, в которых есть разница, в каком году что считается. Например, мы не можем отделять десятину от растений, скажем, от зерна одного года на другой. Также животные, когда отделяют десятину животных, тоже у каждого года отдельная десятина. Так вот, тогда нужно знать, что такое год, с какого дня начинается начало года. И вот, оказывается, в разных законах есть разные Роша Шаны, всего их четыре, как мы сейчас поговорим. Но я хотел сначала общий обзор, небольшой, дать этому трактату. Значит, первая глава, самая длинная, она, и здесь много Агады, кстати, вообще в этом трактате много Агады, как можно было бы ожидать с Роша Шаной связанной. Вот, ну вот начинается она с того, что самое сложное здесь, самое длинное, мишно, это обсуждение разных видов Роша Шан, которые у нас бывают. Потом второй перег, в основном он очень короткий, он связан в основном со свидетелями, которые видели Новую Луну, ведь когда-то у нас не был фиксированный календарь, приходили евреи, как минимум два свидетеля, как во всех законах обычно нужно два свидетеля, которые увидели Новую Луну, месяц увидели, да, перед самым заходом Солнца, увидели месяц, и сообщали, что, значит, уже можно делать это первым днем месяца. Это же не только в Тишрея, в любой месяц нужно было знать, когда будет первый день месяца. Любой месяц еврейский, он либо 29 дней, либо 30, потому что средний период Луны, то есть среднее время, которое Луны занимает, обойти вокруг Земли, это примерно 29 с половиной дней. Позже трактат даст нам почти точное время, очень-очень с большой точностью, среднее время периода Луны. Но получается, что в среднем каждый второй месяц будет 29 дней, каждый второй — 30. Мы не можем месяца делать половинами. Каждый месяц имеет целое число дней, либо 29, либо 30. Если увидели Луну на 30-й день после предыдущего Рош-Ходыша, допустим, вот Рош-Ходыш месяца Тишрея, предположим, попал на вторник. Если после 29 дней на 30-й уже увидели новую Луну, то 30-й день станет первым днем нового месяца, будет первый день Мархешвана. Сами названия Тишрея, Мархешван и так далее, как говорят, русский Талмуд, пришли с Бавилонии. И Тора их так не называет. Просто месяца в Торе обычно по номерам описывается. Есть месяц весны, с которого весь отсчет идет, когда мы вышли из Египта, месяц Ходыш Хаавив. И потом после него, говорится, первый, второй, третий и так далее. Первый месяц это сам месяц Ниссан, мы его называем Ниссан, как евреи после изгнали Бавилонию стали называть. И потом следующий месяц будет, соответственно, Иар и так далее. Так вот, месяцы зимы, осени зимы, начинаются с Тишрей, следующие шесть. Шесть месяцев от Ниссана до Адара, до Лула, в каком-то смысле, они сопротив, они имеют соответствие с шестью месяцами от Тишрей до Адара. Так вот, так или иначе, вот Тишрей, да, если попал, увидели новую Луну сразу после 23 дней, на 30-й, тогда первый день месяца Мархешван будет, соответственно, через 30 дней после первого дня месяца Тишрей. Если же Луны не увидели, то автоматически больше, чем 30 дней не бывает у нас в месяц. Поэтому автоматически мы знаем, что точно новая Луна появится уже, да, через 30 дней, да, потому что месяц его, как я сказал, 29,5, поэтому если не увидели, уже не важно, мы не ждем, пока увидят Луну на следующий день, либо будет предыдущий месяц 29 дней, либо 30. Если увидели Луну, то будет 29 дней, если не увидели, это 30-й день, это продолжение предыдущего месяца, а вот через 31 день, это будет первый день следующего месяца. И так происходило каждый месяц, то есть свидетели видели Луну и приходили и сообщали о том, что не увидели. Такой второй перик будет обсуждать этих свидетелей и некоторые законы, связанные с ними. Третий перик, кстати, немало здесь астрономии в нашем трактате, вот связанное все это с этим, с вопросами Луны. Потом третий перик будет снова заниматься шофаром кашерным. А четвертый перик, он в каком-то смысле самый важный в отношении практического применения и в отношении трактата. Там вот будет и молитва Роша Шана, вот все, что мы недавно с вами читали насчет благословений средних муссов, и как правильно трубить шофар, какой длины должны быть звуки, это все в самом конце трактата. Это общий обзор. Теперь наша Мишна, как я сказал, это ключевая Мишна, и тут очень много разных тем, связанных с четырьмя видами Роша Шан, которые бывают. Значит, есть Роша Шана, конечно, в Тишрей, Первого Тишрей. Для большинства законов это наша Роша Шана, Новый год. Есть Роша Шана Первого Ниссана, для парочки законов, а именно так считались цари их правления. Ведь цари их правления не считалось по годовщине, когда царь зашел на престол, не все это помнят. Поэтому, когда нужно было считать, сколько лет правит царь, и, соответственно, это в том числе использовали для деловых бумаг, если пишешь бумагу, говорили, эта бумага написана в такой-то день правления такого-то царя. Столько-то лет прошло, да, в такой-то год правления такого-то царя. Так вот, если не помнить, в какой год он встал на престол, то было бы очень сложно, разные люди бы ошибались и писали деловые бумаги неправильно. Поэтому всегда считают его год правления по определенному дню, который известен заранее, а именно Первая Ниссана в данном случае. То есть, если даже царь стал царем перед самым Ниссаном, последний день Адара, то уже считают его второй год правления Первого Ниссана. Даже он проправил только один день в прошлом году. Вот, это Роша Шана для Млахим, как говорится, Первая Ниссана. А есть еще сами месяцы, их тоже считают всегда от Ниссана, и они тоже, соответственно, первый день Ниссана, для них Роша Шана. Еще есть один Роша Шана для животных. Как я сказал, десятину животных отделяют из года в год. Так вот, здесь Роша Шана по большинству мнений внешне идет по Элулу. Это время, когда обычно начинаются роды у животных. То есть, Первая Элула – это Роша Шана для майсера животных. И, наконец, еще последний Роша Шана, который все, наверное, знают – Тубешват, так называемый. На самом деле, в дискузии Бешамай Бетхилов, Первая Швата или Пятнадцатая Швата – это Роша Шана деревьев. Тут начинает время в Израиле, обычно, кажется, орехи начинают первыми плоды появляться. Во всяком случае, вот, когда начинает определенная стадия появления плодов, еще не полностью, только определенная стадия, если это произошло до или после Пятнадцатого Швата, для нас, Аллах, как Бетхилов, что это Пятнадцатая Швата, Тубешват. Вот то, что говорится, Роша Шана деревьев. Для чего это, кстати, важно знать? А вот для чего. В том числе есть законы, что дерево, его плоды нельзя есть первые три года после того, как они посадили дерево. Так вот вопрос. А далее, пустило корни скорее дерева. Так вот вопрос, как считать эти три года? Опять же, это необычные годы. Это вот связано в том числе с тем, когда плоды стали появляться до Нового года деревьев, до Тубешвата или после. А также отношение мастера тоже может иметь отношение, если ты хочешь одни фрукты отделить десятину с них на другие фрукты. Если одни поспели до Тубешвата, а другие, ну не поспели, а скажем так, начали созревать, то Тубешвата, а другие после, то может быть разница, да, что они считаются разных лет. В общем, получается, что для фруктов дерева есть особый Рошашана, а именно в конце зимы, ближе к начале весны, да, в Тубешват. Это то, что наша Миша нас здесь учит, и большая часть суги дальше будет обсуждать именно вот разные виды Рошашан и разные законы, которые из этого следуют. Если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк.